МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Первом и Тищенском информационная программа «День». Все самое важное и интересное в материалах наших корреспондентов. Полным ходом идет обработка поданных заявок на премию губернатора. Совместимы ли понятия чистота и стройка разбирался Сергей Берзин. Сотрудники АДАМ-технадзора следят за наружной рекламой. День военного связиста и Международный день повара отмечают сегодня. А теперь об этом и многом другом подробнее. Сегодня день военного связиста в России. Сложно переоценить вклад военных связистов в годы самых разных войн и вооруженных конфликтов. Порой от решимости и самоотверженности военного связиста зависел исход целой операции. Отсутствие связи приводило к потере управления войсками, а потому ее восстановление являлось одной из важнейших задач. Военные связисты в годы Великой Отечественной войны шли на настоящие подвиги, чтобы наладить устойчивую связь. Один из самых ярких героических эпизодов Великой Отечественной войны связан с подвигом сержанта Новикова под Москвой. Этот подвиг воспет в известном стихотворении поэта Алексея Суркова. Тот зимний день был облачен и хмур, Дрожал от взрывов подмосковный лог, Связист зажал зубами тонкий шнур, И за сугроб отстреливаясь лег. Лишь через час его в снегу нашли, В глазах больших застыла синева, Меж мертвых губ по проводу текли Живой команды твердые слова. Историки сегодня спорят, откуда родом и какого года призыва был сержант Новиков, Но это не мешает им сходиться в одном. Подвиг сержанта-связиста – это исторический факт, Который олицетворяет собой самопожертвование ради общего великого дела. От простейших звуковых и зрительных средств связи Для передачи сигналов и команд непосредственно на поле боя До широко разветвленных многоканальных современных автоматизированных систем, Способных обеспечивать связь практически на неограниченную дальность, Как со стационарными, так и подвижными объектами, Находящимися на земле, на воде, под водой и в воздухе. Таков исторический путь развития и совершенствования военной связи. Наша телекомпания от души поздравляет военных связистов. И как говорят сами военные, Там, где надежная связь, там надежное управление войсками, Там победа неизбежна. В здании администрации прошла видеоконференция, Посвященная губернаторской премии «Наши Подмосковья». На данный момент полным ходом идет оценочная комиссия поданных заявок. В совещании от нашего муниципального района Приняли участие заместители главы района Валерий Конягин И Анна Яковлева, куратор премии в Мытищах. Диалог между властью и народом. Пожалуй, именно так можно охарактеризовать работу общественных палат И самых активных жителей Московской области. Губернаторская премия «Наша Подмосковья» Вот уже третий год под своим крылом Объединяет социально значимые проекты неравнодушных жителей области. Общее количество поданных заявок на сей раз составило более 24 тысяч. 494 проекта из которых представили мытищенцы. Дело в том, что наш отдел непосредственно принимал готовые работы И помогал в оформлении этих работ на сайт. Поэтому с большинством проектов мы знакомы лично. И поверьте мне, там есть проекты, которые заслуживают победы. Я надеюсь, их оценят по достоинству. С 1 сентября начался второй этап конкурса – оценка проектов. Он продлится вплоть до 4 ноября. О промежуточных итогах в ходе видеоконференции доложила Ирина Плещева. Начальник главного управления социальной коммуникации региона. Она отметила как плюсы, так и минусы общей системы работы муниципальных образований. Кроме того, определилась дата и место церемонии награждения. Торжественная часть пройдет 7 декабря в Крокус-Сити-Холл. В 10 утра должны приехать делегации, которые возглавят главы муниципальных образований. По одному человеку, скорее всего, от общественной палаты будет председатель или еще кто-то на решение, соответственно, руководитель делегации. И самые активные участники – наши неравнодушные люди. Стоит отметить, что в этом году будет отобрано 1945 победителей из 11 представленных номинаций. Данный показатель был выбран неспроста. Он приурочен к 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. А 10 из них получат премию лично из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева. Общий призовой фонд – 180 миллионов рублей. Сергей Гро, Олег Степанов, информационная программа «День». Ход работ на строительных площадках улицы Рождественской находится под постоянным контролем Государственного строительного надзора Московской области. Жалобы от жителей соседних домов поступали и в связи с шумом на строительных площадках, и распространением грязи на прилегающие территории. Большинство проблем устранено не без административного воздействия. Это, несомненно, сегодня главная строительная площадка «Мытищ». Уже потому, что она у всех на виду, в самом центре квартала, определяющего новый облик города. Увы, без суеты, без тесноты не обходится. А это зона ответственности Госстроенодзора Московской области. Мы обращаем внимание и на состояние площадки, и на состояние техники безопасности на площадке, и на качество работ, которые выполняются здесь, на ведении технической документации. Хранение строительных материалов, содержание бытовок, проживание в них посторонних, обычные нарушения больших городских строек. К застройщику неоднократно были применены меры административного воздействия в виде штрафа, общая сумма которого в отношении ООО «Ковчег» составила 900 тысяч рублей. Обратили внимание жители района и на ход строительства детского сада рядом с новым жилым комплексом. Здесь работы ведутся чуть ли не в авральном режиме. Пытались они здесь на фасадах немного халтурить, но подрядная организация у нас ВС «Стройпроект», привлекли мы к административной ответственности, наложили административный штраф. На данный момент вопросы все устранены. Конечно, строители найдут тысячи причин в свое оправдание, но влияние Госстройнодзора на итоговый результат считают справедливым и даже необходимым. Особенно, если речь идет о качестве строительства детского учреждения. Мы от сроков не отстаем, от заданных темпов, но зачем спешить? Лучше сделать качественно и вовремя, чем потом возвращаться переделывать. Золотое правило. Надеемся, что наконец-то оно станет всеобщим. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День». Не так давно мы рассказывали о проблеме жителей Восточной Перловки. Улица Железнодорожная, пролегающая от станции Перловской до станции Тайнинской, превратилась в свалку мусора. Организацию, отвечающую за уборку территории, мытищенцы, чьи дома расположены здесь, решили найти с помощью съемочной группы информационной программы «День». Иначе не получалось. Что из этого вышло в следующем сюжете? На улице Железнодорожной, после того, как Восточную Перловку железнодорожники оградили от остального мира металлическим забором, стала твориться неладная. Прежде уютная пешеходная зона превратилась в свалку мусора и отхожее место. Жительница одного из частных домов, соседствующего со стихийной свалкой, не найдя концов, обратилась за помощью к журналистам. Хотелось бы, чтобы уборка мусора производилась с определенной периодичностью, чтобы он здесь не оставался, но и один раз привести эту аллею в порядок. Звонок в территориальный отдел номер 7 Госадомтехнадзора Московской области, именно эта организация контролирует состояние улиц и объектов, расположенных на территории Мытищенского района, быстро расставил все на свои места. Как оказалось, уборку на улице Железнодорожной осуществляет ООО «Колган-С», представитель которого и был приглашен сюда, в Восточную Перловку, сотрудниками Госадомтехнадзора. К сожалению, представитель не смог четко сказать, какую же территорию они убирают. Разобрались мы в этом вопросе, но надо отдать должное подрядной организации, что те замечания, которые были зафиксированы, они незамедлительно устранили. Разорванные мешки с мусором отвезли туда, где они и должны находиться – на свалку. Однако сухие ветки по-прежнему свалены вдоль металлического забора. Вот эти ветки и бурьян, пожалуйста, уберите. Это первое. Второе, вы слышали, да? Там где-то можно недоубрать. Ну, там чисто, там никто не ходит. Но здесь же постоянно ходят эти безобразники, да? Да, здесь иди. И поэтому почаще сюда заглядывайте, почаще и ходите. Договорились? Понял. Слово «вся улица Железнодорожная» должна выглядеть так, как участок, ведущий непосредственно к платформе Перловской. Уберем обязательно. Но в первую очередь ставим на бытовой мусор, где это антисанитария, которая просто разносится и собаками, и ветром. И это мы убираем в первую очередь. А ветки уберем обязательно. Если же этого не случится, жители домов, расположенных на улице Железнодорожной, могут напомнить сотрудникам коммунальной компании об их обязанностях по телефону 8-495-586-08-16 или же сообщить о беспорядке в надзорную инстанцию по телефону 8-495-582-01-51. Надежда Трифонова, Константин Бондаренко, информационная программа «День». Но не только свалки мусора загрязняют наш город. Иногда причиной служит наружная реклама. Где-то она выглядит естественно, оформлена со вкусом, а где-то разрастается, как сорняк. Чаще всего это происходит там, где нарушаются элементарные правила оформления офисных фасадов и рекламных стендов. В суете и толчее городов мы привыкаем искать любую информацию, которая может нам помочь. И такая информация действительно есть. Но далеко не всегда понимаешь, что не каждой можно доверять. Если это, мягко говоря, самодеятельность, вроде надписей на заборах, то она может просто вводить заблуждение. Для нас, горожан, наружная реклама что-то вроде путевого указателя. На нее мы ориентируемся, где что находится и нужно ли это нам. А вот насколько она безобидна или нет, это уже решают инспекторы административно-технического надзора. Все начинается с мелочей. Если информационное сообщение вывешено самовольно, без разрешительной документации, ее содержанием есть повод заинтересоваться. Хотя бы на предмет законности. Даже вывески о характере учреждения должны быть обязательно оформлены. А в этом салоне об этом почему-то не знают. Вы имеете право обозначить в установленном порядке с получением разрешения. Мы просто еще первый раз с этим не сталкивались, поэтому мы даже не знали, что куда-то там обращаться нужно. Вот я думаю, сейчас дадут нам информацию, мы обязательно пойдем решать эти вопросы. Это самые безобидные случаи нарушений. А вообще-то инспекторы Госадмтехнадзора оштрафовали уже 350 предприятий, которые сделали вид, что рекламные объявления на стенах и фасадах – это их личное дело. В случае уклонения от исполнения закона Московской области будет решаться вопрос о принудительном демонтаже этих информационных материалов и средств. За самовольное размещение информационных материалов и средств подобное этим влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей для предпринимателей ИП, для юридических лиц от 80 до 100 тысяч рублей. В бойких местах нас окружает много стихийных объявлений и только закон предостерегает наплыв броской и подчас непроверенной информации, даже если она кажется невинной. Сергей Берзин, Денис Петров, информационная программа «День». В Мытищах активно реализуется программа ликвидации очередей в детских садах. Так, за последнее время на территории нашего района появились 18 новых дошкольных учреждений. Это еще не предел. Дополнительные места существенно облегчают ситуацию. Однако до конца проблему решить не могут. О предстоящей работе нам рассказала заместитель главы Мытищинского района Елена Стукалова. Образование для малышей в Мытищах стало еще более доступно. В муниципальном районе к завершению подходит программа по реализации дорожной карты по ликвидации очередности в детские сады. Стоит отметить, что стартовала она еще в начале 2013 года. И за это время, за счет средств администрации, инвесторов и правительства Московской области, было построено 18 абсолютно новых дошкольных учреждений. А 5 из действующих реконструированы. Конечно, нельзя сказать, что очереди нет. На сегодняшний день у нас в электронной очереди, единой электронной очереди по всей Московской области, которая функционирует, по нашему Мытищинскому району зарегистрировано 8052 малыша. Но детей от 3 до 7 лет в ней на сегодняшний день зарегистрировано 431 ребенок. Тем, кому мы до конца 2015 года должны предоставить еще место в детском саду. В 2015-м работы активно продолжились, но если в 16-м и 20-м микрорайонных объектах готовы к эксплуатации и ждут юридического подтверждения, то вот жителям 25-го микрорайона улиц Колпакова и Силикатной придется немного подождать. Здесь строительство планируется завершить в конце ноября. Тем не менее, то, что ситуация существенно изменилась и изменилась к лучшему, мытищинцы почувствовали на себе. Многодетные получали до этого компенсацию за не посещение детского сада, а очередь, чтобы сократить очередь, кто не многодетные детишки. Но сейчас все отменили, потому что реально сократилось, да, без проблем может ребенок попасть в детский садик. Это мы тоже почувствовали, потому что вот у меня наш... тоже ему... ну так получилось, что мы сюда не попали, но уже нам и очередь, и как-то быстро все это подвинулось, очень хорошо почувствовали. И знакомые мои стояли там два года, достаточно быстро у них очередь дошла. Вот. Ну, надеемся, что так оно и будет, потому что все-таки рождаемость у нас повышается. Вот. Смотрю. Раньше, да, раньше были, когда у меня дочка была 20 лет назад. Это было очень проблематично. Сейчас лучше, конечно. Завершить же программу планируют в 2018 году. Сергей Гро, Константин Бондаренко, информационная программа «День». Клаустрофобия или боязнь закрытых пространств часто встречаются среди людей. Но застрять в лифте даже для обычного человека ситуация чрезвычайная. А учитывая состояние лифта в старых домах, вариант только один – воспользоваться лестницей. Но что делать жителям верхних этажей? Выход из этой ситуации – новые подъемники, состояние и работа которых вселяет уверенность даже в людей с клаустрофобией. Срок службы лифта – 25 лет. Но иногда они работают и дольше. Областная программа по смене старых лифтов уже полным ходом идет в мытищах. 147 новых подъемников уже установлено. Всего на очереди 223 лифта. Эти лифты отвечают, самое главное, они отвечают требованиям технического регламента Таможенного союза, безопасность лифтов. Значит, лифты эти отечественного производства. Они уже выполнены в антивандальном исполнении, противопожарном. Главное отличие новых лифтов – грузоподъемность, скорость, бесшумность и возможность выполнения попутных остановок при движении вниз. Аварийные ситуации сведены к минимуму, но мы решили проверить скорость реагирования ремонтных служб. Вызовите, пожалуйста, на этот лифт аварийную бригаду электромеханика. Хорошо. Сейчас должна подъехать наша аварийная служба. Нормативный срок эвакуации – не более 30 минут. Через 15 минут сотрудники ремонтных служб уже были на месте и согласились показать нам самое сердце подъемника – машинное отделение. После замены нам установили электронную станцию управления. Мы довольны, работает исправно, без сбоев. Когда приезжает аварийная бригада, здесь очень досконально все понятно. Видите, расшифровка. Все жители оценили новинку, но особенно смена лифтов радует жильцов верхних этажей. Я живу 25 лет в этом доме. Конечно, лифты у нас были в безобразном состоянии. И поскольку я житель девятого этажа, то, конечно, проблемы у нас были. А сейчас просто мы очень довольны. Лифты бесподобные, бесшумные. К концу этого года все работы по смене старых лифтов будут закончены. Теперь дело за жителями. Бережное отношение поддержания чистоты не только экономит материальные средства, но и делает нашу жизнь спокойнее и удобнее. Анна Раченкова, Денис Петров, информационная программа «День». А сейчас короткая реклама. Не переключайтесь. Хобби «Гипермаркет Леонардо» приглашает всех на фестиваль «Радость творчества». С 4 по 8 ноября вас ждут мастер-классы, выставка и развлекательная программа. Приходите в ТРК «Красный кит». Шараповский проезд. Владение 2. В Мытищах завершился сезон фонтанов. Все лето они спасали от зноя мытищенцев, прогуливающихся в скверах и парках города. Теперь настало время привести фонтаны в порядок. Вымыть чашу, заменить неисправные детали и законсервировать до весны. Например, главный фонтан города для этого накрыли деревянным куполом. Так во время зимних заморозков лучше всего сохраняются и эстетические, и технические свойства конструкции. Можно ли выучить правила дорожного движения, не выходя на проезжую часть? Воспитанникам детского сада номер 67 это удалось. Они не только повторили азы правильного поведения пешеходов, но и применили все знания на практике. Эти ребята на следующий год пойдут в школу и столкнутся с опасной проблемой оживленным автомобильным движением. И здесь именно знания выступают основой безопасности. Поэтому во всех дошкольных учреждениях Мтищинского района детей самого раннего возраста учат правильному поведению на дорогах. Для этого в детском саду номер 67 есть настоящий учебный полигон со своей проезжей частью, пешеходным переходом и местами для игр. И летом, и осенью, и весной, и зимой мы стараемся проводить, организовывать такие мероприятия для того, чтобы научить детей правилам дорожного движения. Потому что детский возраст очень важен. То, как мы заложим в самом начале, такие знания дети понесут в свою жизнь в будущем. И они это уже делают, разъясняя сказочным героям правила дорожного движения. Я знаю, что нужно на зеленый свет переходить, на желтый приготовиться, а на красный стоять. Я знаю, что нужно переходить всегда на зеленый, стоять на красном, на желтом приготовиться. Я вообще не нарушаю. Надо играть только на детской площадке. Конечно, методов обучения большое количество. В каждой группе существуют информационные уголки, да и сотрудники ГИБДД – частые гости в Матичинских детских садах. Но главное, чтобы в совокупности все эти методы работали, а ребята чувствовали ответственность за себя и других, став участниками дорожного движения. Анна Раченкова, Денис Петров, информационная программа «День». Да, богато на полезные развлечения, жизнь детей и сотрудников детского сада номер 67. На днях там состоялся этап 10-й спартакиада дошкольников. По мнению жюри, в этот раз за победу боролись одни из самых сильных команд в районе. Чем закончились спортивные баталии – узнаем в сюжете. Второй этап спартакиады старших дошкольников состоялся на базе детского сада номер 67. Гостями и соперниками стали воспитанники 66-го детского сада. Юных спортсменов ждали сложные эстафеты и конкурс на точность, а главной опорой стали преданные болельщики. На этом этапе мы выбираем 6 лучших команд, которые будут уже участвовать в финальных соревнованиях. Сегодня, хочу сказать, одни из сильнейших, из лучших команд наших детских садов. Я думаю, что будет очень интересно. Соревнование было не просто интересно, захватывающе, настолько отличных результатов жюри не видела давно. Но победитель все-таки был. Свой статус самых спортивных дошколят подтвердили ребята из детского сада номер 66. Я был очень смелый, волновался за свою команду, чтобы мы победили. И готовился тоже очень хорошо. Мне больше понравился второй конкурс, где мы прыгали через колечки и бегали через конус. Команда детского сада 67 не давала расслабиться лидерам спартакиады. Мне понравилась полоса препятствий. То, типа, надо перепрыгивать, ползти, переодевать кольца там, обижать фишку и дать другому сопернику пять. Все хорошо. Ничего, что команда, ничья была. В следующий раз можем победить. И не надо расстраиваться. Итог спартакиады дошкольников в Матищах решится на финальных играх, которые пройдут в ноябре. А участникам остается пожелать удачи. Анна Раченкова, Олег Степанов. Информационная программа «День». Атланты продолжают побеждать. В нынешнем сезоне они входят в топ-10 самых посещаемых команд МХЛ. Причем на первом месте среди команд своего дивизиона. Пятая победа к ряду над «Динамом Санкт-Петербург» 2-0. Победная шайба Александра Жебелева, ключевой гол Даниила Дылдина, непробиваемость вратаря Вадима Никитина и самоотверженная игра всей команды. Вот слагаемые это победы. С момента прошлых игр победной серии «Атлантов» прошло почти две недели, но подмосковная команда сохраняет заданный курс наверх и к высшим позициям в дивизионе в северо-запад. Браво, атланты! Гонки внедорожников любимым итищенцами не меньше хоккейных баталий. В этом зрелищном виде автоспорта главное преодолеть испытания, которые не всегда выдерживает специально подготовленная техника. Словом, это лучше увидеть. На улицах городов полно грозных джипов, но это скорее декоративные машины, джипы-неженки. Настоящее место внедорожников здесь, на непроходимых трассах среди лесов и болот. Эти соревнования так и называются – «железо». В заездах на территории спортивного комплекса «Новая» Литвинова приняли участие мытищенские экипажи. Формат соревнования – кольцевое линейное трофе, преодоление трассы по сильно пересеченной местности в рамках достаточно узкого коридора. Каждый последующий круг может менять траекторию. Гонка скоростная, зрелищная, выматывающая экипаж. Это классическая линейная гонка в формате трофи, где основным показателем экипажа является наименьшее время, потраченное на преодоление наибольшего количества кругов. И, конечно, это взаимовыручка, о которой особенно вспоминается даже после соревнований. Люди кидают соревновательную часть и помогают своим близким, своим друзьям. Пусть даже они друг друга не знают, но они в джиперском мире, во внедорожном мире. А внедорожный мир – он как какое-то братство, что ли. Все друг другу помогают. То есть все свои. Пока мытищенские экипажи не вмешались в борьбу за первенство внедорожников всего Подмосковья. Но уже в декабре на заснеженной трассе в экстрим-парке Жостова они планируют дать бой и в первую очередь порадовать своих зрителей. Сергей Берзин, Александр Савкин. Информационная программа «День». В начале программы мы поздравили военных связистов. А еще сегодня свой профессиональный праздник отмечают повара и кулинары всего мира. Профессиональные качества этих людей – конкретные теоретические знания и практические навыки. Осведомленность о мерах, санитарных нормах, технике безопасности, технологии приготовления тех или иных блюд, способность безошибочно определить качество продуктов, обращаться с кухонным оборудованием. И это лишь малая доля того, что должно находиться в копилке умений истинного прирожденного повара. От всей души поздравляем мытищенских поваров, участников и победителей многих кулинарных конкурсов. Желаем дальнейшего совершенствования в красивой и вкусной профессии. Наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости не только в эфире, но и на сайте Первого мытищенского. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересного, а прямо сейчас прогноз погоды. До свидания. 21 октября в Мадещенском районе ожидается ясная, без осадков погода. Температура воздуха днем минус 1, плюс 4. Ночью минус 2, минус 1. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность 53%. Как бы ни менялась погода, ваше настроение пусть всегда будет солнечным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова